Всем привет! Меня зовут Дания, и с вами разговоры в степи. Сегодня новый эпизод нашего редакционного подкаста возвращается в преддверии 16 декабря. Ежегодно в этот день мы чтим память жертв погибших во время выступлений казахстанской молодежи против решения Кремля в декабре 1986 года и вспоминаем мирных демонстрантов, которые были расстреляны во время забастовки уже на Узене в 2011 году. Из года в год эти два события являются ноющей раной на теле нашей страны и всего народа в целом, а практически год назад к ним присоединились и трагические январские события, которые также оставили свой болезненный след в коллективной памяти. Сегодня у нас в гостях политолог Димаш Альжанов, общественный энтузиаст и исследователь поколений Данияр Косназаров и практикующий психолог Татьяны Ким, с которыми мы обсудим, как Жана Узен, Жель Токсан и Хантар превратились в постоянно ноющие раны нашего общества, как казахстанцам их пережить, не утратив память о произошедшем и почему невозможность в открытую обсуждать кровопролитие загоняет Казахстан в период стагнации. Мы сейчас приближаемся к первой годовщине с этих страшных событий и есть ли какие-то прогнозы, будет ли повторение такое, чего нам ожидать казахстанцам, как вы думаете? Вы знаете, я думаю, что нам надо понимать реально, что происходит в стране. Мы часто пытаемся убегать от сложных тем, от тех, кто вызывает у нас диссонанс или внутренний дискомфорт. Так вот, касательно будущего страны, наша страна вступает в некий период турбулентности. То есть у нас нет четкой, стабильной политической модели, которая бы удовлетворяла общество и где бы общество не оставалось за гранью распределения экономических ресурсов, возможности иметь своих представителей в институтах власти. И пока мы не найдем этот баланс, наше общество в той или иной степени всегда будет находиться в этой турбулентности. К примеру, то, что случилось в январе в прошлом году, это проблемы, которые накапливались годами. Они для глаза обычного жителя невидимы. То есть если вы не занимаетесь политикой, если вы не интересуетесь, как функционирует государство, то вам кажется, что жизнь идет своим чередом, и вы как-то принимаете все эти сложности. Но эти сложности начинают накапливаться на разном уровне, с разной степенью, скажем, интенсивности или тяжести для общества. И вот сегодня, к примеру, мы сталкиваемся с проблемами того, что в Казахстане вся инструктура, связанная с энергосетями, разрушена. Это невозможно восстановить в один день. И тот период, который у нас был более-менее благополучный, когда страна получала высокие доходы от продажи нефти, мы не использовали должным образом для того, чтобы подготовиться или создать более благоприятное, заделанное будущее. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас разрушены все социальные и политические институты. Более благополучное общество, если мы посмотрим на страны Запада и, скажем, более развитые страны, включая Корею, Японию, то есть те, кто сегодня являются представительными демократиями, мы видим, что наличие гражданских институтов, наличие независимых политических партий, они помогают обществу преодолевать эти проблемы. Да, политика становится более динамичной, более спекулятивной, но у людей есть возможность работать через этих агентов. Если вы убираете эти организации и полностью вытаптываете политическое поле страны, ваши протесты становятся неконтролируемыми, потому что люди имеют право, и они выходят выразить свое недовольство, но они не знают, как самоорганизоваться. И вот январь был четкий индикатор того, как политика предыдущая, ну и действующая в том числе, она отражается на неспособности людей самоорганизовываться и мирным способом решать проблемы. И здесь проблема не сколько в людях, а сколько они были беззащитны перед режимом, перед структурами комитета национальной безопасности, полиции, которые использовали людей и протесты, чтобы перевести их в форму эскалации и в дальнейшем получить фактически повод на применение оружия. Поэтому это не последние протесты в Казахстане, и это тоже процесс нашего взросления, как общество. То есть на таких ситуациях мы учимся и набираемся опыта, как мы должны действовать, как мы должны совладать с проблемами, и как мы должны действовать против режима, который применяет против нас оружие и пытки. Поэтому это будет длиться. Мы не знаем, когда мы придем к этому, скажем так, равновесию. Но есть больше шансов прийти к нему, если мы установим более демократический, политический режим. Нам есть к чему стремиться. То есть у нас должна быть очень простая цель. То есть государство должно быть подотчетно, а политики, которые сидят, должны представлять людей. А власть не должна быть узурпирована, как это действует сейчас. Во время январских событий мы с супругой, в общем-то, решили отпраздновать Новый год в Атарал. И мы на самом деле были свидетелями того, как январские события отражались, находили свою реализацию именно на Западе. Как ты знаешь, как многие, наверное, слушатели знают, Запад в какой-то степени в Казахстане является авангардом протеста. Особенно Актав, конечно же, жанаузенские события — это большое пятно. Ну и Атарал, учитывая и местную, так скажем, племенную специфику, да, и казахскую специфику в целом, с учётом адайскости, так скажем, конечно, это тоже такой большой важный центр мобилизации в Казахстане. И, конечно, находиться во время январских событий и видеть ту картинку, которая была в Алма-Ате, и то, как это было там максимально, знаешь, спланировано, с суперпорядком, да, как это проходило в Атарал, это, конечно, было интересно наблюдать. И мне кажется, опыт именно протеста на Западе Казахстана и жанаузенские события, они в том числе влияют на то, как люди себя ведут. Там основной призыв был такой, давайте не поддаваться провокациям, давайте вести себя максимально организованно, соблюдать дисциплину. Была какая-то, знаешь, механика, да, как люди двигались, как люди говорили, как они передавали друг другу слово, какая-то часть вышедших на улицу организовала еду, строила палатки, какая-то часть там отвечала за трибуну, да, политическую. И мы видим, что культура протеста на Западе очень сильно, как бы, развивается. И вот к такой стадии, на самом деле, мы должны прийти, как страна. И тогда, видя всё это в Атарал, я понял, что, ну, прогресс есть, и что мы умеем и публично выражать свои мысли, и при этом, как бы, не громить, не заниматься там, я не знаю, кражей и всё прочее, и так далее. Да, мародёрстом и так далее. Минимальные требования, когда мы могли бы назвать режим демократичным, это, к примеру, вот уровень, который сейчас действует в Украине, в Молдове, да, когда вы через выборы можете сменить власть. То есть вам нет необходимости применять насилие или массовые протесты, чтобы добиться смены власти в стране. И выборы, как мирная форма смены власти, если чем более они честны, тем более они принимаются обществом, как общий некий средний знаменатель, да. То есть вы проголосовали, извините, вы проиграли, вы уходите. И вот эта вот смена, она предостерегает общество от серьёзных потрясений. Если вы убираете честные выборы, как у нас делают в Казахстане, видите, у вас сразу становится проблема. Если я не хочу, чтобы эти люди находились в власти, если они замешаны в коррупции, если они отдают приказ людям стрелять на поражение без предупреждения, то у вас как в организме запорка в венах, и она приведёт к серьёзным последствиям. Потому что, если даже взять психологический, да, аспект, вы подавляете в себе серьёзные внутренние, скажем, эмоции, эмоции, которые рано или поздно приведут к деструктивному поведению. А теперь представьте, что вся страна живёт, и несколько поколений в таком ритме, да. И потом вы удивляетесь, а почему у нас люди не улыбчивые, почему у нас они агрессивные, да, импульсивные. Потому что это серьёзные проблемы, на которые мы, к сожалению, в нашей повседневной жизни, или в обсуждении, даже в информационном пространстве не отдаём этому должного внимания. А это серьёзно определяет, как мы ведём себя, даже будучи вне политики, со своими детьми, близкими, партнёрами, как мы реагируем на многие вещи. Пока этого не будет, шатать будет во все стороны, по-разному. И причём то, что было в январе, это ещё не самое страшное, что может случиться с обществом. Если люди к этому относятся без внимания должного, то сама основа государства может пострадать. Травмы — это очень сильное психоэмоциональное воздействие. Если мы говорим, то есть мы говорим, что Казахстан — это личность, да, то есть представляем. С точки зрения, мне кажется, возраста государства — это даже не молодой человек, это может быть даже ещё более юный человек, да, потому что есть государства, у которых там 200 с лишним лет, или там Россия вообще сколько лет, да. То есть у них за плечами очень большой опыт истории. Вот. То травма, конечно, она наносит очень сильный, так сказать, удар по психике человека. И всё зависит от того, как личность будет с этим справляться. То есть для этого нужны определённые знания, для этого учитывается, как говорят фасис, жизненная сила каждой личности, да. Есть также понятие жизненный сценарий, видите, да. То есть это всё вместе, и как человек это реагирует на это событие, понимаете. То есть если мы говорим о тех травмах, которые вот вы говорили про Казахстан, как мне кажется, то есть вот мы смотрим просто, да не я, Казахстан развивается в положительной динамике, либо он не развивается. То есть вот нужно смотреть с этой точки зрения. И тогда мы можем понимать, преодолевает народ в целом эти травматические события, да, или нет, видите. То есть если он развивается в положительной динамике, да, то есть растёт, ну, то есть вот как государство крепнет, да, развиваются его международные связи, растёт авторитет государства на международной арене, да, то есть он становится узнаваем и уважаем, тогда, несмотря на эти травмы, государство движется в положительной динамике. Каждое поколение даёт свои ответы на пережитки прошлого, на проблемы, на какие-то вопросы, которые есть. Я думаю, этот поворот именно молодого казахстанского независимого поколения начался вот особенно важно, да, отметить. Это вот, например, работу вот Станас Параман, Куаныша, да, Бесекова. И вот второй очень важный ответ, ещё более глубокий взгляд, да, ещё более глубокая линза на историю, это вот Каша и Султанаситова. Вот сейчас близится годовщина января, и мне кажется, нужно ждать в массах какого-то творческого проявления этой боли, да, как и, в принципе, всегда. Я понимаю, что творчество — это вот рефлексия какая-то, наверное, для каждого человека, но как ты думаешь, когда мы говорим об этом постоянно, и это проявляется в творчестве, это помогает людям пережить болезненные моменты, или это, наоборот, как-то всковыривает снова раны? Ну, творческие люди, креаторское комьюнити, оно всегда такое, что оно впитывает всё, что происходит в воздухе, пытается сформулировать и, в общем-то, пережить, переварить, да, пропустить через какой-то фильтр и выдать какой-то интеллектуальный продукт. Слава богу, что у нас в стране есть эта экономика, да, креативная, хотя она маленькая, там, по сравнению с той же Россией, но при этом люди видят в этом и пользу, и возможность, и заработать, и это фактор, который заставляет людей остаться в стране. Чрезмерная концентрация власти в руках одного человека позволяет ему использовать институты, такие как армия и полиция, против людей. И это теперь ещё один виток такой целой долгоиграющей травмы, которая будет отражаться на нашем поколении, на поколении наших детей, и нам сложно сказать, как они справятся с этим, какую оценку они дадут, смогут ли они найти в себе силы, или мы сможем ли найти в себе силы всё это вывести, раскрыть это, понять это, дать этому оценку, пережить и двинуться дальше. И гешталь закрывается, когда есть вот эта вот интеграция, там было и хорошее, и плохое, и я отпускаю эту ситуацию. Всё, я отпустила эту ситуацию, она на мою жизнь не влияет. Гешталь не закрыт, если у меня эта боль остаётся в сердце, я что-то не проговорила, да, то есть я эту ситуацию, может быть, она упала бессознательно, но я её не отпустила. Это не закрытый гешталь. Мы можем эти раны лечить, но если мы закроемся в своих ранах и скажем, нет, мне очень больно, я не хочу жить, то это другое решение. Но это зависит от силы народа, от силы нации. То есть есть два варианта проработки травм, да, когда человек, ну, условный человек, да, закрывается, и когда он развивается. Да, и когда он развивается, то есть когда он преодолевает. Понятно, что есть механизм преодоления, да, и первое, что является, если мы говорим о травмах, то это дебрифинг. То есть если с вами случается травма или с вашим близким человеком, первое правило, что должно быть, то есть то трагическое событие, которое произошло, оно должно быть проговорено с кем-то, лучше это будет профессионал, пока человек не уснёт. Потому что как только он уснёт, это тяжёлое событие упадёт бессознательное. Это очень важная часть. Поэтому когда с кем-то случается травма, самое неблагодарное, что можно сделать с собой, это закрыться. Это сказать, что это моя боль, она никого не касается, и я буду жить в этой боли. Да, но если вы найдёте способы облегчать себе эту боль и сказать, я буду продолжать жить, да, то это другое развитие, видите, сценарий. Мне кажется, после январских событий, ну вот на своём примере могу сказать, что я очень долго не могла отделить эмоциональное от рационального. Видела трет в Твиттере, там человек призывает не голосовать за Тукаева, потому что вот мы не можем ему простить январь. Ну то есть всё бы ничего, но январь мы не простим. И мне кажется, это знакомая формулировка для казахстанцев. В формате ежегодно 16 декабря все выходят с этими плакатами, что мы помним, ничего не забыто, Жанна Узен, Жиль Тухсан и так далее. И на фоне всего этого как будто бы снижается вовлечённость людей в политику, как ты думаешь, в том числе молодёжи. Ну если смотреть действительно на явку, она, конечно, низкая, особенно по Алма-Ате, там 23%, кажется, была последняя явка. Мне кажется, сохраняется этот интерес в каких-то неформальных вещах. И мне кажется, явка во время президентских выборов, когда участвовал Кусанов, она ещё более показательна. О том, что люди всё-таки пошли и проявляют интерес. Но то, что произошло, Кусанов признал эти выборы. И, в общем-то, есть определённая обида. Мне кажется, есть некоторая усталость от вот этой вот частых политических кампаний, которые были запущены после января. Были и референдумы, были и выборы и так далее. И люди как бы показывают, что мы не голосуем, потому что не видим каких-то серьёзных изменений. Это, мне кажется, второй фактор. И третий фактор — это всё-таки то, что Астана и весь остальной Казахстан живёт, собственно, в разных темпах, разных циклах. Астана всё-таки мыслит в электоральных циклах. Для неё важно провести какой-то политический цикл и дальше, в общем-то, жить нормальной жизнью, делать то, что они привыкли делать. Особенно после кризиса 2008 года и, наверное, конца десятых годов мы видим, что население всё больше поглощено экономическими заботами. И для них первостепенно именно экономическое выживание. И это становится самым главным нашим мотивом, драйвером вообще какой-то мобилизации. И здесь вот мы не видим, что эти повестки, они как бы не срастаются очень сильно. Астана живёт своей логикой, все остальные вот рутиной, обыденностью, где важно всё-таки там прокормить себя и семью. Я недавно читал одно исследование специально, готовясь в том числе к этому интервью. Жертвы геноцида Руанды было проведено исследование. Были вовлечены женщины из племени Туци. Они были беременны в процессе геноцида. Их, в общем-то, изучили их потомство, детей. И выявили, что на уровне ДНК очень сильно сказывается этот геноцид. И все ментальные, психологические травмы и всё, что касается здоровья, оно, оказывается, передаётся следующим поколениям. Да, и мне кажется, переживая всё это, начиная от коллективизации голода, ямварских событий, декабря, того же жена Узена, мы все носители этой травмы. Мы все носители, в том числе физически. Это влияет напрямую на наше здоровье. И как мы видим сейчас, наше население казахстанское становится всё более нездоровым и слабым. В том числе вот одно из исследований тоже. Норвежская зима, кажется, была. Тоже большой голод был в истории. А там тоже исследования провели. Показалось, что те, кто пережили этот голод, у их следующего поколения была большая склонность к сахарному диабету, к сердечным каким-то важным болезням, заболеваниям. И вот когда смотришь статистику у нас, когда очень много онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, это, конечно, связано в том числе и с образом жизни, да, но это в том числе и связано с этой историей, то, что мы пережили. И мы на самом деле переживаем большую национальную катастрофу именно с точки зрения здоровья. Вот ты находился на Западе и видел, как это всё зарождается, да? Вот тогда ты почувствовал, что есть какой-то дух перемен и прочее. Мне кажется, я тоже, когда слышала об этом, когда это только начиналось во вторых-третьих числах, января, тоже это чувствовала, но потом что-то поменялось, когда всё начало происходить в Алматы. Вот. Для тебя это было неожиданно? Как повернулись события? Знаешь, если почитать архивы и сводки комиссии, заключение комиссии о событиях 1986 года, там как раз используются аналогичные формулировки и трактовки. Что вышли на улицу хулиганы, что вышли на улицу люди под кайфом, что кто-то организованно выдавал всем какие-то там орудия, оружие и так далее. И когда ты читаешь эти архивы, ты понимаешь, что методы дискредитации в какой-то степени народных восстаний используются, по сути, одинаково. Когда я читал эти архивы 1986 года, была методика как раз такая разбалтывание вот этой вот повестки именно протеста. То есть направление в другие русла, более деструктивные русла. Мне кажется, в январе мы имели что-то похожее. То есть официальная трактовка, наверное, ещё будет, хотя мы так её и не дождались, сколько всего произошло за это время. Но ты видишь, что 1986 на самом деле живёт в том числе и в январе. И это всё друг друга перетекает. И мы так же не получили ответы и на 1986, и на январские события. И всё это показывает, что призрак прошлого, он действительно с нами и где-то тянет нас назад. И вот эта ложь, её преподают обществу. Те, кто совсем не разбираются, могут её принять. Но те, кто разбираются, понимают, что вы когда с шулером ведёте дела или вас обманывают, и вы видите, что вас обманывают, вы испытываете такой внутренний сильный дискомфорт. Но вот многие наши граждане, наши с вами знакомые, вот этот дискомфорт приняли. И мне кажется, он тоже будет постепенно разъедать. Потому что вот это стремление закрыть эту страницу, уйти, не иметь позиции, поскорее забыть, это не решение. Если вы позволяете обществу самостоятельно, самоорганизованно действовать, вы вот эту вот планку политического контроля над ним поднимаете вверх или отодвигаете в сторону. Следовательно, вы открываете пространство для других людей, вы даёте им чёткий сигнал, как можно действовать, можно действовать эффективно и защищать свои интересы. Поэтому они не могли этого позволить в 2011 году, как и вот в январе. Видите, это будет началом их полной потери власти. Потому что тогда польётся или начнёт выходить изо всех щелей, которые они так упорно забивали через пропаганду, через подкупы, через всё. Вот вы в одном из интервью говорили, недавно кажется, что Казахстан застрял в процессе стагнации. Вот эти события, три события, насколько они внесли вот свою лепту в то, что сейчас Казахстан не может развиваться, на каком-то вот этапе застрял. И что вообще может помочь дальше? Закрыть условные эти гештальты и пойти дальше. Мы поняли, что вы до этого говорили про честные, легитимные выборы. А что ещё помимо этого? Мы должны выводить из всего этого свои уроки. А как вы можете понять полным разбором ситуации? Как вы можете разобраться, где вы там промахнулись, не так поступили? Здесь то же самое. Вы что, если людям не дают объяснение, всё замалчивают? Да, не дают, но это тоже дорожка с препятствиями. Кто ж, как бы мы же не выбираем место и время, когда мы рождаемся. Вот мы родились в авторитарной стране, в стране, где нет демократической традиции институтов. И это очень сложный забег. Это один из уроков. То есть надо стремиться поставить институциональные барьеры для применения оружия. То есть для применения насилия против людей. Это не должно быть нормально. Потому что, если вы сегодня молчите, может случиться так, что завтра ваши дети попадут под раздачу. И посмотрите на жертв в этих январских событиях. Там, по-моему, сын ректора есть и еще разные люди, которые вообще не относятся к категории людям с низким доходом. Или люди, которые говорят, ну вот это же как бы не из нашего круга. Еще как из вашего могут быть. Потому что система в этом отношении не разбирается. Особенно в момент, когда дает приказ стрелять во всех. И надо понимать, что защищая или протестуя против пыток, протестуя против применения оружия, вы защищаете свое будущее. Потому что так общество выстраивает эту границу. Если говорить вот опять-таки об этих болезненных событиях в истории страны, мы видим, как они все равно нарывают, наверное, какие-то открытые раны, какие-то непроработанные травмы и проявляются в обществе. Вот как вы думаете, сможет ли когда-нибудь народ Казахстана с ними справиться? Или же это будет опять-таки повторяться из года в год или с какой-то определенной периодичностью. Что вообще, если обратиться опять-таки к психологии, происходит с человеком, которого регулярно и методично травмируют? Если это ребенок, то, конечно, он беззащитен. А если он ребенок, то он беззащитен, и он вынесет какое-то решение из этих травм. Но у него всегда есть шанс, когда он вырастет, их проработать. всегда. То есть и тогда что-то поменять внутри себя, отношение к себе, к людям и к миру. Если ты обижаешься на эту жизнь и считаешь, что это было очень несправедливо именно по отношению к тебе, то ты фактически не растешь. Ты остаешься в этой боли, и ты эту боль как будто бы нянчишь. И у каждого есть выбор. Ты можешь эту боль прожить. Ты можешь прожить боль в семье, ты можешь прожить боль с близкими. Если нет такого потенциала, ты можешь это прожить с профессионалами. У нас много сейчас психологов, причем разных модальностей. Но если ты решил обидеться на эту жизнь и на мир, это твое решение. Понимаете? То есть близкие ему будут что-то говорить, но в конце концов решение принимает сам человек. И что они будут с этим делать? Это, в общем-то, выбор каждого человека, но я думаю, что в целом, вот в целом, если мы берем, как говорят, психологический эгрегор нации, психологический эгрегор города, то страна справляется. Но вот как каждый личный человек будет это делать, это его личный выбор. Видите? И у меня есть клиенты, которые, да, они были напуганы, они были травмированы, но они это прорабатывают. И потом это остается позади. Понимаете? Вот это остается позади, как событие в жизни, которое было, да, и, ну, теперь его нет. Мы должны понять, раз с нами систематически так поступают, вот что в этом, какая в этом проблема. Смотрите, в чем прелесть парламентской демократии, или когда есть парламент, тогда исполнительная власть не имеет этих полномочий в одностороннем порядке действовать, да? Надо получить одобрение. А парламент, если он состоит из разных политических сил, которые постоянно находятся в борьбе с друг другом и готовы друг друга съесть, они друг другу не позволяют подобную создать ситуацию, где они могут иметь преимущество над ними, да? И вот это вот понимание, есть система внутренних сдержек и противовесов. А когда мы имеем одного президента, у которого все рычаги управления в руках, и карманный парламент, карманные судьи, Вся власть осуществлена в одних руках. Почему важно бороться за выборность Акимов? Потому что если появляется уровень, который вам подотчетен, нам, гражданам, то приказ сверху, когда идет, применяя местную полицию, разгоняя митинги, избираемое должностное лицо задумывается, а почему? Я же не переизберусь в следующий раз. И создается вот это разделение власти уже на горизонтальном уровне. К этому надо стремиться. Мы должны постоянно ограничивать власть и понимать, что мы общество, и мы не просто управляемое население, которое платит налоги и помогает людям наверху чувствовать себя комфортнее. Мы люди, которые должны эту власть в свои руки брать и четко показывать, где граница государства. А люди, которые не понимают или не хотят этого, мы не должны пытаться уговаривать их, разбираться, понимаете? У нас же жизнь тоже скоротечна. И в этом отношении поэтому мы должны действовать. Если мы молчим, принимаем 86-й год манипуляцию со студентами, местными портократами, потом замалчиваем 11-й год жену-зенит, потом замалчиваем то есть сколько трагедий должно пойти. А потом ведь просто себя не соберете, когда личность полностью разрушена. И вот мы идем к этому. Чем больше мы молчим, тем больше мы позволяем над собой совершать насилие и не хотим разбираться в этих ситуациях, тем более мы внутренне разрушаем себя. А если вы внутренне разрушенный человек, вы никогда не воспитаете цельного человека. То есть вы определяете будущее своих людей, потому что вы им не передадите. вы можете говорить им все, что угодно, но они будут учиться по вашим примерам и вашему поведению. Я тоже когда задумывалась о том, чтобы записать это интервью, я думала вообще, какую цель я преследую, и наверное в итоге просто пришла к тому, что мы потихоньку, потихоньку просто какой-то вносим свой вклад, который можем в то, чтобы говорить об этом, рассказывать. Жильтухсанджа, Наузен, Хантар. как ты думаешь, насколько сильно они повлияли на людей с точки зрения, ну вот даже не столько политологии, сколько вообще в целом на моральное состояние, и как можно людям это пережить, чтобы это уже не было какой-то травмой? Ну, на самом деле это важно, потому что травмы, большие потери, они формируют и закаляют нацию, любую нацию. Мы не можем только радоваться победам Головкина, например, или Димаша, хотя это тоже очень важный элемент национальной гордости, но какие-то большие травмы, кризисы, они тоже дают нам понимание, что мы там единое общество, что нас объединяют что-то общее, помимо каких-то там обыденных вещей, что мы носим этот паспорт не только потому, что это даёт нам возможность путешествовать, а мы носим определённую за этим символизм, какую-то ценность и так далее. Мне кажется, мы по большому счёту нация потерь и нация довольно сильно травмированная, и оно идёт очень глубоко с советских времён, с момента формирования советской нации, но они были ещё и глубже, там, анарахайшайхасы, там, борьба, битва с джунгарами, да, вот, то, что есть в нашем общем таком фольклоре, в памяти, всё это то, что формирует нас казахов, и мы не должны как-то об этом забывать, пережить это надо, дать оценку этому надо, нормализовать это надо, терапевтическая сессия обязательно для всей нации, то есть, это очень важная история, почему, ну, та же Япония, да, о которой я люблю говорить, после Второй мировой войны признала свою ошибку, да, ушла в сторону более, так скажем, миролюбивой, да, повестки, потому что они были очень такие военизированные, супер варварские, ставили большие эксперименты над многими азиатскими нациями, почему они с Южной Кореей всё ещё не дружат, или китайцы, почему их ненавидят, потому что были очень дикие действительно эксперименты, были войны и так далее, но при этом японское общество смогло перестроиться и найти эту, так скажем, пацифистскую повестку и как бы отказаться от этого очень кровавого прошлого, не отказаться, признать его, но при этом как бы идти дальше. В какой-то степени мы тоже должны дать этому ответ. Мы, конечно, не были обществом-агрессором, там нету имперского прошлого, но при этом мы общество, которое пережило очень много жертв, и мы должны тоже разобраться, не закрывать эту крышку, которая, да, действительно, в любой момент может просто вскипеть и взорваться и так далее. Пытаться как-то дать этому ответ и идти дальше смотреть. Это будет хорошо. И то, что мы это обсуждаем сейчас, мы все на самом деле вносим этот кирпичик в общую, так скажем, в общее обсуждение, и это даст, я думаю, уверен, плоды. Нет ничего важнее, самая главная константа новой современной повестки Казахстана должна быть, как мне кажется, жизнь каждого казахстанца ценной сама по себе, только потому, что он уже пришел в этот мир, не только то, что он имеет паспорт казахстанца, это уже само по себе большое достояние. Если мы так будем смотреть на любую действие, то, что мы делаем, мне кажется, тогда будет настоящий прогресс. Вот, например, условно, Экибастутская ТЭЦ, если мы бы изначально понимали бы, когда строили или ремонтировали, что это улучшит жизнь казахстанцев, каждого, или когда мы строим дороги, если мы поняли, что вот это даст какой-то позитивный эффект на водителя, да, вот, вот внутри, вот это вот внутреннее тепло друг к другу иметь, даже притворяя в жизнь большие социальные какие-то реформы, мне кажется, только тогда будет какой-то эффект, да, то есть, и вот строя тот же новый Казахстан, мне кажется, самое основное, то, что мы должны нащупать, это большое человеколюбие и уважение друг к другу, потому что это, наверное, часть такое, знаешь, наследие советского, когда люди расцениваются только как массы, только как статистика. Ну вот, это тенденция на замалчивание подробностей после каждого такого болезненного события, на желание поскорее от этого убежать, быстрее закрыть эту страницу, пройти просто и всё, вот, я не знаю даже, как к этому относиться, вроде бы, с одной стороны, как будто бы, окей, да, нельзя зацикливаться всё время на одном и том же, но с другой стороны, это как будто бы работает на народ, как просто, подавляет людей и люди в конце концов просто приходят к тому, что смиряются с этим. Вот если сравнить там 86-й год и события января, да, какая разница между ними в поведении людей и есть ли вот эта тенденция на то, что они уже подавлены, смиренно относятся к этому и не будет в дальнейшем никаких изменений. Ну, когда вот разговариваешь со свидетелем у 76-го года, у меня была возможность с некоторыми из них говорить, к сожалению, их остаётся всё мало, да, по объективным, так скажем, процессам. Из беседы с ними я понял, что они всё ещё чувствуют несправедливость, что всё ещё не дана открытая, искренняя оценка этому. и в какое-то время, особенно в начале 90-х, протестные движения в том числе двигались определёнными кругами, которые ждали этого ответа, которые ждали, чтобы в том числе реабилитировали жертв 86-го года, чтобы ставили им, например, какие-то памятники, да, чтобы публично признали их большую роль, ключевую роль. Но так как события 86-го года очень тесно связаны с той политической верхушкой, которая формировала независимый Казахстан, многие вещи замалчивались, потому что политически это было невыгодно интересам, да, так скажем, правящего класса. Но у нас в целом культура в обществе такая, что мы, особенно у родителей, у старшего поколения, мы не общаемся искренне с нашими детьми, не передаём какие-то вопросы, не обсуждаем очень много важных вопросов, в том числе вот там по каким-то там секс-просвет вопросам, например. И эта культура, она проецируется и на политическую культуру, да, очень важно понимать, что мы всё ещё не научились разговаривать друг с другом открыто внутри общества, эта тенденция меняется с новым поколением, особенно с зумерами, да, мы видим этот позитивный тренд, и я думаю, что постепенно в том числе и коммуникации в публичном пространстве, и политические коммуникации станут ещё более открытыми, ещё более искренними, и, ну, где мы можем, где мы сможем обсуждать очень много болезненных вопросов. Жизнь, она, она же такая многогранная, интересная в этом отношении, и не бояться сложности, а попытаться сначала собрать максимально возможную информацию, и разобраться, и разобраться, да, и когда вы эту карту себе раскладываете, да, как в пассианции, и смотрите, оказывается, не так-то страшно, просто есть некая череда событий, решений, которая привела к этому, и даже если мы находимся в состоянии или в позиции, так скажем, немножко проигрышной, да, то есть у нас нет оружия, у нас нет возможности, но у нас есть слово, и мы тоже никогда не должны забывать о том, что мы можем влиять, то есть мы можем создать среду, где власть одних просто будет рассыпаться, потому что она не будет соответствовать этой среде, да, то есть вы можете сколько угодно угрожать, но если там класс или ребенок вас не боится, это все, ваш институт насилия, да, вы можете применить насилие, но насколько долго, да, насколько долго, то есть даже у самого насилия есть лимиты, вы не можете постоянно его применять, поэтому если протесты будут в ближайший год-два, вы не сможете уже расстрелять, а если расстреляете, то уже вы не сможете продать идею даже на Западе, даже тем политикам, которые более-менее благосклонны, готовы покупать казахстанскую нефть и закрывать глаза на нарушение права человека, вы не продадите эту историю, и тогда начнутся расследования, и тогда обязательно будут санкции, и тогда все, что вы украли непосильным трудом и вывезли из этой страны, и даже квартиры в Женеве будут под угрозой, поэтому обществу не надо бояться, да, жертвы будут, это неизбежно, мы, ну, это реальность, она такая, но это не значит, что нельзя пытаться, потому что если не пытаться, тогда уже как бы все остальное максимально теряет смысл.